У нас будет короче класс, за счет того, что будет короче класс, у нас не будет перерыва, просто наше первое занятие будет немножко длиннее, потом у вас будет перерыв до следующей недели, очень длинный, потому что иначе перерыв даешь примерно, потом учеников не соберешь, не загонишь их назад, поэтому у вас будет возможность отдохнуть от меня на неделю, а не посмотрим. Мы как раз соскучились, замечательно, поэтому у нас сегодняшний мой закончен, что-то не хватало, а мне тоже это взаимно. И что-то, а кого-то? Ну ничего, праздники тоже, не будем знать, что такое будни, если не будут праздники. Да, что, наверное, про контраст, мы сегодня поговорим про контраст тоже. Давайте, сегодня будет наше финальное занятие про первую главу Тора, потом перейдем ко второй главе. Посмотрим несколько вещей, которые мы недосконально покрыли. Посмотрим на строение слов, первых двух концепций, с которых Тора начинает, это небеса и земля. Следующие вначале слов, небо и землю. Посмотрим значение слова и структуру значения слова. Слава будет очень интересна, он все время про это спрашивает. Первое слово на языке Тора, небеса, значит шамайин. Значит, структура слова шамайин происходит от слова шом. Шом – это та. Идея, почему мы немножко затронули, идея взаимосвязи небес и земли – это взаимосвязь дающего и принимающего. И это не только по отношению к небесам и земле, это по отношению ко всем формам жизни. Во всех взаимоотношениях, будь ли они органические или неорганические, есть два игрока. Один – дающий, другой – берущий и принимающий. Идея небес, мы немножко затронули эту идею, это тот, который дает. Небеса дают нам влагу, они дают нам тепло, они дают нам свет. Как бы и земля это все принимает. Каким-то образом это связано с словом там. Допустим, человек дающий, человек планирующий, человек, у которого есть планы будущие, он вещи ложит там, и он видит, что будет там. Шо – это там. Вот там она находится. Это человек, у которого есть план на будущее, он видит не только то, что здесь, он видит то, что там, и он это туда, возможно, уложит. В этой идее – там. Окончание этого слова «ин» обычно означает определенное множественное число. Ну, не простое множественное число, а очень определенное. Когда у нас есть пара, которая работает вместе, и его функция определена в том, что есть эта пара, а не по одному, есть некоторые вещи, которые могут работать по одному, а те могут работать пары. Иногда пара не улучшает, она может быть даже ухудшает работу одного. Но есть вещи, которые работают только в паре. Как бы и без пары они не имеют никакого значения. Такие вещи, которые работают исключительно парами, у них есть окончание «ин» множественное. Поэтому у нас есть не только небо, у нас есть небеса. У нас прослойки небес, которые работают вместе, над всеми ними всевышний который постоянно управляет на это идея пара прослой в небес допустим пример логил на вере это нога но на одной ноге далеко не ускачешь для того чтобы передвигаться эффективно человеку нужно рогла им нужно пар я это руках для того что это что-то создавать он не может стать одной рукой нужна еда им у человека есть глаз айин для того чтобы видеть полную картину и вынуждены и на им не нужны пара глаз у человека есть ухо для того чтобы услышать полностью у него нужно и азна и как бы все вещи которые работают парами и кто описывает в них окончание им хороший пример допустим несколько интересных примеров у человека есть зуб много зубов нас есть для того чтобы осуществить функцию зуба и можно верхний и нижний зуб это только верхнем только нижний они не исполняют функцию для того чтобы обработать еду ему нужна пара зубов и вместе они будут работать слово ножниц этом испараем как бы ножницы есть нож для того чтобы это были не нож а ножницы нужно пара нужно пара ножей тогда они работают вместе поэтому шама им имеет эти два значения это с одной стороны это шум это влияющий который имеет план на то что есть там они только на то что есть перед моими глазами это обычно то что отличает генерала от пехотинца рядовой солдат он видит только то что перед ним генерал видит то что все то что он видит с птичего полета как бы сообразление Образление, причем это то, что есть там, а не только то, что есть здесь. Это лидер, который дает, который указывает, который задает направление. Это небеса, и их множество есть прослойки, над которыми Всевышний находится. Это значение слова шомаи, это сложное слово, стоящее двух километров. Это шом, им, шом это там, им это множественное окончание пар. Это только для двоих, для пары, или вот, допустим, здания, множественное число. Они же могут работать, а как это звучит? Тоже можно, это не, обычно это минимальное, чтобы было два, может быть и больше. Допустим, минианим, у них может быть много зданий, да, два с плюсом, это как минимум два. А Эй, что такое А? Что такое? Шомаин. Это просто голосовка мэ, шомаин, это просто голосовка, это не новый слог. Это не от слова вода. Да, это не, нет, это слово, есть другое значение, которое связано с водой. Мы смотрим теперь на один взгляд, это не исчерпывающее объяснение. Одно из описаний шомаин, это шомаин, это что там есть вода, как бы это является источником воды, это другая тема. Мы смотрим просто... Они говорят это еще в том смысле, что вот небо и земля, вот шомаин, она говорит о том, что вот они вместе, они в паре в данном случае. Паре здесь... Они функционируют вместе, значит, вот эта смесь, вот она определяется вот таким вот, не отдельно земля и небо, и земля отдельно, а именно вот этот хаус, вот это и вместе. Хотя, возможно, они уверены, шомаин, это какое-то значит, но идея это правильная, что они работают вместе, они работают как пара. Это тоже правда. Посмотрим на eras. Eras от слова runs, runs — это бежать, когда человек бежит, как бы есть бег, который глупый бег, и глупый бег — это человек опасный, это самый глупый бег, поэтому это ошибка, человек не должен опаздывать, человек должен делать вовремя. И если человек рассчитывает и никогда не опаздывает, тогда он не бежит. Зачем, какое выражение бега, когда человек бежит, даже если он умный человек, который он рассчитал и не опаздывает, бег к чему-то — это выражение желания принять. Допустим, человек бежит куда-то, допустим, он может дойти и так, и так, но он не может дождаться чего-то, он не может дождаться что-то увидеть, что-то получить, что-то выдаются углом, как бы он туда бежит. Ему неудобо боится, что он не хватит, он хочет, у него есть желание принять. Земля, она с нетерпением бежит принять то, что на небесах есть. Шом айм, мы говорим, что шом айм, они дают, они дают тепло, дают осадки, дают свет. Земля с желанием определения принимающего — это тот, кто бежит принимать. Они просто, окей, дают, дают, нет, так нет, нет, это не тот и принимающий. Есть функция дающего, и она требует определенных факторов. Для того чтобы принимающим был принимающим, у него должно быть желание. Если у него нет желания, допустим, в любой передаче есть учитель, есть ученик. Учитель учителя — это своя функция, он может быть хороший учитель, он может быть плохой учитель. У него есть определенные критерии для того, чтобы он был учителем, у ученика тоже есть функция. Ученик — это не бревно, который сидит в классе, у него его основная функциональность — это его желание. Поскольку у принимающего есть интерес и желание, поскольку будет эффект того, что он выучил. Если он приходит пассивно занимать место в классе, он тоже что-то получает, но минимально. По выражению на иврите это связано. Идея бег и идея желания — родсон, происходит желание — это производная бега. Куда человек бежит, куда он хочет попасть. Родсон — это выражение родс. Желание — это развитый бег, потому что бег — это выражение желания, а желание выражается в беге. Желание бежит с прытью туда, куда он хочет. Он хочет интересно, хочет услышать, он хочет получить. Это может быть знание, это может быть развлечение, это может быть предмет, это может быть еда, это может быть одежда, это может быть любая вещь, куда он с нетерпением стремится. Родсон — это условие принятия, потому что может быть два, тот же самый дающий, и перед ним два принимающие. Один ухватил то, что ему дали, а у другой у него в одно ухо вышло, а в одно вошло, а в два вышло. Какая разница между ними — фактор, принимающий это желание, другой с нетерпением и с интересом ожидал этого, а другой просто там находился. Желание — это успех принимающего. Если он дружит, если он с желанием, с нетерпением — это определение земли. Земля принимает, потому что она с желанием хочет это принять. Вот это наша идея первая. Идея вторая. Идея вторая говорит так. Что в самом начале Тора описывает, что была «сойху войху» — это два слова, которые очень трудно перевести. Очень часто в переводах их переводят как «пустота и бездна». На самом деле это не совсем, по крайней мере, сразу многими, может быть даже большинство комментариев это не совсем так. Это не совсем «пустота и бездна», а может быть вообще не «пустота и бездна». Это материя, которая не структурно организована, которая «войху» — это всё там есть. «Сойху войху» — это материя, допустим, не имеет коннотацию, мы, может быть, даже говорили про это, что «сойху» имеет коннотацию «менять мнение постоянно». Потому что эта материя, она такая плавная, она такая неопределенная, что она постоянно меняет форму, и человек придумывал три раза в секунду, как её назвать. Он назвал её, дал её одно имя, потому что да, она же имеет другой аспект тоже. Она опять другой аспект, она имеет третий аспект. У неё постоянно меняющиеся картины — это определение «сойху». Изначально материя, которую Всевышний создал, она была структурно неорганизована, она была неопределённая, она имела… Да, это хаос, который не «пустота», это был очень насыщенный хаос всей материи. Это определение слова «сойху» и «войху». Теперь перейдём к первому творению. Это очень важная вещь, займёт нас некоторое время. Первое творение, которое описывает, что было до первого творения. Солюшний создал материю, материю земную, материю небесную. Но первое описанное творение, когда Всевышний сказал «да будет», и это было это творение света. Любое творение, которое происходило на протяжении шести дней творения, оно было уникальное. Но есть уникальное, а есть очень уникальное. Самое уникальное, мало того, что оно было первое — это творение света. И у него есть, по крайней мере, две отличительные черты, которые отличают его от всех других творений. Возьмёмся первое. Первое — опять-таки, если мы внимательно будем читать текст, или даже хороший точный перевод текста, мы подведем две черты, которые отличают описание света от всех других. Начнём с одного определения. Во всех мы замечаем, что, когда мы читаем историю творения, мы встречаем повторяющиеся определённые мотивы предложения. Одно из них — это «ваяхи хейн» — «и так оно было». Солюшний создал — «и так оно было», «и так оно произошло», «и так оно было». Разные переводы скажут по-разному, но это одно из повторяющихся предложений. Значение этого предложения, что не просто «так оно было», но «так оно останется». Когда Всевышний доводит определённую форму творения до финального этапа, когда она готова к эксплуатации, и так оно продолжится, когда есть определённое наращивание концепции или предмета, и потом оно продолжит уже в этой форме. Когда Всевышний доводит вещь до финальной формы, вот так оно останется, и так оно продолжится. Изучение света. У света мы не находим это предложение. Всевышний говорит, да будет свет, и не говорит, что вот так оно и было. Потому что так оно не будет. Это одно из исключительных отличий света, что Всевышний создал свет, который не запущен в эксплуатацию пока что. Этот свет, который описывается в наших источниках, он уготовлен для будущего. Для будущих праведников не будут наснаждаться этим светом в будущем. А пока что он находится где-то у Всевышнего в чулане. Зачем же его создавать, если он теперь не нужен? Наперед, когда нужно будет, когда понадобится, Всевышний тогда создаст. Потому что в творении созданы все, что когда-либо пригодится. У Всевышнего есть определенные трески времени, которые тоже были созданы с материей. Все, что когда-либо в этом мире будет, было создано по времени шести дней творения. Даже если оно теперь не используется и находится где-то в чулане, в архиве, это не имеет значения. И компьютеры, и электромобили. Все концепции уже всегда были, они были созданы. Ничего нового, Шлома говорит, что ничего нет нового под солнцем. Все, что когда-либо будет, оно уже есть, просто оно еще не вышло из чулана. Это первое, первое отличие света. Что первый свет, а на четвертый день Всевышний создал светило, это не тот же самый свет. Тот самый свет Всевышний его убрал в чулан. Он где-то там сидит уже много тысяч лет. А светило, которое он создал на четвертый день, это определенные отражения, они определенные кусочки того света. Поэтому они называются, мы говорили, они называются не свет, а мы-ойерос, они от света, из света. Это мы говорили до предыдущих знаменитых. Это один элемент отличия света. Что единственные вещи, как они были созданы, в такой форме они были сразу же запущены в эксплуатацию. Так они нам и представлены. Свет отличается, он был создан первый день, и сразу он ушел в чулан. Он сразу ушел в хранилище, в котором он находится до сих пор. Второй элемент, опять-таки, как мы увидим, это намек на элемент, потому что нету, и вот оно так было. Когда мы смотрим на текст, во всех других днях, после каждого трения, оно сочетается, вот так оно и было. А здесь нету этой добавки, вот так оно и было. Второй элемент, уникальность света, который отличает его всех других трения, которые описываются. Это, если мы посмотрим, мы видим, кто же нам сегодня потребует объяснения. Мы видим, что после каждого трения, Всевышний после каждого дня трения с одним излучением. Всевышний говорит, увидел Всевышний, это было хорошо. По поводу света тоже мы читаем. Если мы не очень внимательно читаем, мы увидим то же самое, говорит. Что Всевышний говорит, и Бог сидел, увидел свет, это было хорошо, но есть важные вещи. Во всех других дня творения, проверьте вашу перевод на точность. Говорится, и Всевышний увидел, это было хорошо, он не говорит, что он видел. Потому что из контекста понятно, что он увидел. Говорится, творение, допустим, четвертого дня, как бы это светило. И в конце этого четвертого дня он Всевышний увидел, это было хорошо. Из контекста понятно, что он увидел. На пятый день были рыбы и птицы, в следующем увидел, что это было хорошо. Из контекста понятно, потому что у нас сегменты отрезки дней, пунктуация. Каждый день пунктуация завершения предыдущего дня он увидел, что было хорошо, а в конце этого дня он увидел, что это было хорошо. Но что конкретно было хорошо, не упомянуто, потому что читатель должен это, внимательно читатель, определить из контекста, потому что даже в тексте, в котором у вас есть, есть параграфы, абзацы. Каждый абзац, если в конце каждого абзаца было хорошо. Что? То, что описывается в этом абзаце. Одно исключение — это свет. В случае исключения предложение само говорит, и Всевышний увидел свет, что он хороший. Почему? В случае всех других вещей не описывается, что он увидел, а в случае света предложение подчеркивает, что он увидел свет, что он хороший. Значение этого следующее. Что все другие вещи, они хороши, но есть хорошо, а есть хорошо. Есть условное хорошо, а есть абсолютное хорошо. Это не просто по отношению к свету, мы видим, это модели мира. В мире большинство вещей, они условно хороши. Неплохой пример этого — соль и специи. Соль и специи — это хорошая вещь, конечно, хорошая. Это одна и самая дорогая вещь других вещей — это специи. Люди умирали за специи. Без специй ни один продукт не будет иметь подобающего вкуса. Но специя, она хорошо, никто соль не ест, они только вредят человеку, они никакой пользы не приносят. Поэтому это один из примеров вещей, которые очень необходимы и, возможно, дорогие, но они условно хороши. Не надо сказать, что они хороши в принципе. Сами по себе. Они по себе не хороши. Как бы у них есть определенные элементы, которые плохие, очень часто очень много плохих. Они улучшают другого. Они хороши в контексте. В определенном контексте они, в определенной пропорции, в определенном контексте, в определенных условиях они хороши. И все другие вещи в мире они тоже так. Любые вещи, как бы дикие животные, они хороши. Да, как бы для экологии, возможно, они приносят определенную пользу. Сами по себе, если мы встретим дикого медведя, подорвать не — это плохая вещь. Как бы они условно хороши. Иначе Всевышний бы не солдат, Всевышний не создает плохих вещей. Но он их создает как хороши в контексте, как бы в общей картине, в натюрморте, в букете. Как бы они балансируют друг друга, как бы это создает хорошую картину. Замечательно. Есть одно исключение концептуальное — это свет. Свет в принципе хорош. Поэтому Всевышний втолкнул его в предложение. Он не просто сказал, что Всевышний сказал хорошо, что увидел, что свет хорошо. Он втолкнул свет в хорошую. Хотя это не нужно было бы. Как бы из контекста мы поняли, мы поняли бы, мы поняли бы не так и так, что это хорошо из контекста. Но так как свет, он в принципе хорош, не только в натюрморте, не только в общей картине, но он в сущности хорошая вещь, это не только по отношению к свету, это по отношению к определенной концепции. Не случайно почти во всех культурах успех ассоциируется со светом, с днем. Неудача, провал, ассоциируется с сьмой, с ночью. Допустим, даже все прилагательные, которые говорят о сиянии, о сверкании. Допустим, он сияющий успех, он сверкающий. Почему мы говорим о каком-то продвижении, как о сиянии, как о блеске, как о сверкании, как о каком-то прозрачном светлый день в моей жизни, озарении. Все, как бы язык отражает отношение вещей. Это во всех языках, во всех культурах. Есть ассоциация света и всех его побочных феноменов, которые ассоциируются с светом, с продвижением, с успехом, с чем-то позитивным. Негативные вещи, они описываются как тьма, как мрак, как тьма. Любая-любая негативная вещь, зло, когда мы думаем, когда нам говорит слово зло. У нас картина темная всплывает в мозгу, не светлая, а сияющая. Когда у нас добро, у нас такое сияющее солнце, как ассоциация. Как бы ассоциация, которую наш разум производит, это добро и успех. Ассоциируются со сверкающим понятием, с чем-то, с днем, с позитивным. Само подеяние, что позитивная это дневная идея, а негативная и сессия, провал, неудача, она ассоциируется с тьмой. Потому что в сущности, в сущность дня, в сущность света, это продвижение. И есть и самое, и свершний мы сегодня увидим, это потрясающая вещь. Всевышний в этом предложении залагает определенный цикл. А именно, что человек не может ожидать постоянного успеха. Мир сконструирован на цикле ночи и дня. Ночи и дня. День сменяется ночью, ночь сменяется днем. Это нормально. Когда только человек начинает ожидать, что день будет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 30 дней в году, и вся жизнь будет, жизнь дня, это не то, что Всевышний заложил с самого начала. Как бы структура жизни, что есть определенный цикл. Есть шаг вперед, а есть шаг назад. И это естественно и нормально. Как бы это первая вещь. Как бы есть понятие добра, которое выражается в свете. Есть понятие, как мы увидим, немножко зайдем, если на самом деле время, зла, как понятие, как ночи, которое является циклом. Мы видим даже, мы используем понятие дня, как выражение успеха, даже к другим понятиям, когда Льо говорит в его поиске дождя. Он описывает дождь как свет. То есть, в отношении дождя к свету. Потому что успех, продвижение, мы используем выражение, мы одалживаем выражение дня по отношению к другим феномам, когда они ассоциируются с успехом. Дождь тоже может быть разрушительный, может быть наводнение, может быть буря. Но тот дождь, который Льогу ищет, он его описывает как свет. Это наша первая идея, что есть понятие абсолютного добра, которое ассоциируется не только со светом, но и со успехом, который выражается как день, который выражается как свет. Остановимся немножко на этом продолжении. Всевышний увидел, что это хорошо. Зачем Всевышнему это видеть? Как бы он не знал, когда мастер что-то делает. Пока он не увидел, он не знает, что получится. У него предыдущие 10 деталей были бракованные. Он говорит, это посмотрел, а это получилось. Как бы у Всевышнего нет брака, у него нет дефектов. Он работает без осечек. Как бы зачем ему нужно было проверить, как это как? Он говорит, это посмотрел, он говорит, это хороший свет, это пойдет. Потому что он думал, что не получится, а оказалось, что получилось. И идея эта новая, как бы мы только что учили, что выучили, что идея света и тьмы, это этим предложением Всевышний внедрил во Вселенную понятие успеха, ее отсутствия. Предложением, что он это увидел, Всевышний внедрил в Вселенную еще один побочный, связанный феномен. А именно, если, допустим, мы говорили, что язык, обычно выражение языка и культура выражают очень глубокие вещи. Неспроста люди говорят определенными выражениями. Как бы культура знает, если она имеет хоть половину в мозговой голове, она знает, как выражать феномены. Допустим, есть выражение. Лучше один раз увидеть, чем срочно слышать. Как бы одно выражение. На английском еще лучшее выражение, что seeing is believing, что человек, когда смотрит на вещь, он в это верит. А если он слышит, он в это не верит. Как бы потрясающий пример этого, и это основа на этом, на этом предложении. Как бы это новая действительность, которую Всевышний внедрил в мир. Мойша обеим пошел на Гарусинай. И в конце уже своего стажа ему Всевышний сообщил, который уже был готов идти возвращаться, что твой народ согрешил. Они сделали Золотого Отеца. Потом Торо писал, что Мойша спустился с тяжелыми скрижалями. Они были нелегкие, два больших громоздких кубок. И он увидел, что сделала нация, и он эти скрижали разбил. Спрашивается вопрос у внимательного читателя. А зачем ему нужно было с этими скрижалями тащиться вниз, если он уже услышал от Всевышнего? Это был не репортаж, который может быть лживый. Это был не человек, который не доучился, может быть, не понять Всевышнего. Он самый великий из всех пророков. Он сам от Всевышнего, самый великий из пророков, услышал, что нация согрешила. И своим разумом он решил, по поводу информации, что скрижали нужно развить. Это объяснение. Мы дойдем на него, возможно. Зачем ему нужно было ждать, пока он это увидит? Отсюда мы видим, корни этого феномена находятся в этом предложении, что по какой-то причине, которую только Всевышний заложил в нашу натуру, до нас не... мы верим, но до нас мы не понимаем того, что произошло, пока мы это своими двумя инаями, двумя глазами, наши пары глаз не увидим. Даже если мы верим, Всевышний сказал, и Мойша поверил, но пока он не увидел, он не понял того, что произошло. Даже часто в языке, английском, русском, возможно, в других языках. Но человек, когда увидел, вот теперь я вижу, что произошло. Ему сказали то, что произошло. Он увидел, и он понял, что мы сказали верно. Но пока он не увидел, он не понял того, что произошло. Хотя все факты у него были. Сознание человека почему-то работает, что до нас наше сознание не щелкает, оно не срабатывает, пока мы не увидим. И Всевышний использует, образно говоря, себя, как показательный пример, что Всевышний сам, образно говоря, увидел, что свет хороший, все это и он увидел. Почему он использует? Увидел, а не просто пропустите предложение. С этим предложением он внедрил эту концепцию во Вселенную, что пока человек не увидит, до него это не доходит. Да? Я знаю, вопрос. Вопрос вот такой. Там сказано, что была тьма, но бездна. Па была. И, естественно, Всевышний все это создавал, он это видел. Но вот эти элементы, которые находились в хаосе, они ведь не осознавали этого. А вот когда сказал он, да будет свет, и стал свет, и это все осветилось, ведь он начал творить, уже создавать землю после того, как создался. И да, нет кого, материю задавал до света. После того, как он создал свет, он начал отделять нервы, воду, воды, нервы, то есть творение началось, собственно, творение, материальное творение. После освещения. Вот после этого, потому что свет, он этим самым создал, как бы, условия для того, чтобы вот дальнейшее творение продолжалось. Оно во тьме, оно могло бы и во тьме продолжаться, но оно не было бы. Как бы, мы говорили про это, это тоже важная идея. Вот эти все элементы, они, они в данном случае, это же духовные вещи. Когда мы говорили о создании, я просто уточню эту вещь, когда мы говорили о создании Земли, мы говорили, что действительно, Всевышний создал свет, первый свет он освещал всю Вселенную изначально. На второй день, когда Всевышний создал разделение, этот свет был заблокирован на время, и поэтому, когда создавали Землю, ее создавали в темноте. Потом, на четвертый день, когда первый день был свет, второй день этот свет был разделением заблокирован. На третий день, когда создавали Землю и океан из этой бездны, а вот это было в тьме, потому что тот верхний свет был заблокирован тем, что произошло, он был тем, что произошло на второй день. На четвертый день Всевышний взял кусочки этого света и вмонтировал их в разделение. Теперь уже то, что та тьма, в которой он в чулане, как бы это и да, нет, как бы с одной стороны, да, изначально был свет, который был началом Всевотворения, но потом этот свет был на день-два заблокирован, и потом кусочки были освещены. У нас сегодня много материала, давайте поставим себе покрытие, если вопросы конкретно по этому, потому что я сказал, так пойдем, если нет, так пойдем дальше. Нет, просто не увидел Бог, что свет хороший, Бог увидел. Почему бы нам не дать возможность получить видеть Бога, чтобы не было никаких... Хороший вопрос, хороший вопрос. Окей, идем дальше, опять-таки на тему дня, на тему света. Значит, возьмем немножко детальную вещь, у нас детальная вещь является очень фундаментальной вещью, которая описывает различные отделения, допустим, во время отделения ВОТ, разделения дня и ночи, отделения между, мы говорим, по истечению субботы, мы говорим, у нас есть Хавдолл, разделение между буднями и праздниками, буднями и субботой, там мы говорим про разделение наций и наций еврейской, нееврейской нации, тьмы и ночи, есть различные разделения, которые есть в мире. Есть две формы, как они описываются. Обычно глагол, который описывает деление, это ВОЯВДИЛ, разделил. Потом, тоже интересно, и в русском, и в английском, очень интересно, что местоимение, которое используется между, бейн, на еврейте тоже, разделил между, между и потом есть первое место, потом есть еще одно местоимение и второе место, после разделил между две вещами, первое, второе и разделительная серединка, которая разделяет, как бы, само разделение, сама прослойка. Значит, иногда, значит, первое, перед первое, всегда говорится бейн, перед первое и второе, этими двумя разделяющими вещами, есть два варианта. Тут может быть или л, или бейн. Бейн одним, л, вторым. Или бейн, бейн. Как бы, есть две формы. Это просто грамматика, которая нам сегодня не очень инструментальна, просто для того, чтобы знать два термина. Есть первый предлог, как бы, первое местоимение говорит бейн, а второе, есть два варианта, или это сохраняется бейн, или это лын. Потому что есть два, две формы разделения. Первое, когда разделительная прослойка разделяет две вещи, но сама прослойка не имеет никакого отношения к вещам, которые она разделяет. Например, возьмем две комнаты, у нас есть это помещение, есть помещение, которое за нами. Что их разделяет? Стена их разделяет. Из чего сделана стена? Из мела, из дерева. Это стена, которая разделяет. Стена, по определению, которая разделяет наше помещение, соседнее помещение, никакого отношения, в принципе, ни к этому, ни к соседнему помещению не имеет. Как бы, наше помещение – это класс. То, по-моему, это какой-то офис. Мел и дерево не имеют прямого отношения ни к нашему классу, ни к тому офису. Это просто сделать разделение из мела. Могли сделать бы из металла, могли сделать из чего-то другого, из ковра. Можно просто какую-то шерму посетить. Как бы, ни у кого, ни у кого смыслового значения, из чего сделано, сделано разделение, нет. Поэтому, когда у нас такой феномен, когда у нас две вещи, которые разделены, и разделение само, сама шерма, сама прослойка, не имеет никакого существенного отношения к разделяющим вещам, тогда используется бейн, лы, это структура, которая используется. Бывают феномены, когда сама прослойка, она включает элементы того, что она разделяет. Допустим, у человека есть два конструктового пластилина. Один черный, один желтый. Как бы он строил из пластилина одну желтую комнату, а одну черную комнату. Потом у него осталось немножко пластилина, немножко желтого, немножко черного. И он хочет сделать стенку между этими двумя комнатами. Он взял их, слепил вместе и сделал стенку. Как бы, эта стена, которая разделяет пластилиновую комнату желтую и пластилиновую комнату черную, Она имеет элементы желтого пластилина, элементы черного пластилина. Само разделение, оно включает определенное представление от того, что оно разделяет. Когда у нас такого плана феномен, тогда местоимение, которое мы используем, это бейн-бейн. Когда само разделение, само прослойка не имеет никакого отношения, это у нас бейн-л. Когда оно является представительным отражением того, что оно отделяет, тогда форма предложения, которое мы используем, это бейн-бейн. Это наша грамматика. Немножко сложная, но грамматика. Теперь посмотрим на наш пример. Что Тор говорит? Воявдил, значит, Всевышний создал день и ночь. Самый первый день после света феномен, который мы... Мы... Если бы мы были на месте прошествия, мы бы видели ночь и день. Разделение между ночью и днем, Тор описывает Тор. Воявдил, Всевышний разделил бейн-йойн у вейн-лайла. Он разделил между ночью и днем. Это бейн-бейн. Что разделяет ночь и день? Это сумертик. Как бы Всевышний этим предложением ввел Вселенную концепцию сумерок. Есть день, есть ночь, а есть что-то между ними. Есть смесь. Есть смесь света и тьмы. Как мы видим, тьма — это не отсутствие света. Это чёрный пластилин. Есть жёлтый пластилин, есть чёрный пластилин. Как бы, это уже мы видим очень важную вещь, что тьма — это не только отсутствие света, которое мы поговорим через несколько минут. Поэтому Всевышний также сделал перегородку. Он сделал день, он сделал ночь, и он сделал перегородку между ночью и днем. И это не только по отношению к днему и ночи. Это ко всем концепциям, которые связаны с днём и ночью. Более того, мы сказали, что вытекающая из света концепция — это успех. Вытекающая из ночи концепция — это неудача, это шаг назад. И это цикл. Как бы, отсюда мы учим две очень потрясающие вещи. Когда дети играются днём, им мама сказала, как только стемнеет, вас загоняют домой. Как бы, ребёнок знает, что когда темнеет, он вернётся домой. Он не рассматривает наступление тьмы как неудачу. Как бы, потому что... Почему? Потому что он знает, что вчера было темно, позже вчера становилось темно, и завтра тоже стало темно. Это ожидаемый факт. Как бы, он знает, что день не будет продолжаться вечно. Он... У него нету выражения рот, скажем, он не бежит. Как бы, у него нету желания, он бегом не бежит пройти домой. Как бы, он хочет ещё гулять. Но только потому, что наступила тьма, он не... Он может быть разочарован, он может быть недоволен, но он не чувствует трагедии. Потому что он знает, что так оно и должно быть. Он её ожидает. Есть цикл. Что завтра будет новый день. А рассвет, рассвет, это же тоже перегородься, да? Совершенно верно, мы дойдём на это тоже возможно. Как бы, идея для того, чтобы неудача не разрушила нас. Этот цикл неудачи, первое условие, оно должно быть ожидаемое. Человек, который ожидает, что у него будет успех, только у него день будет продолжаться 24 часа, он сам себя разрушит. Потому что он не ожидает цикла. Цикл сегодняшний создал, что есть день, а есть ночь. И после каждого дня наступает ночь. Это первое. То, что мы видим теперь добавочно к этому, для того, чтобы этот цикл успешно пройти, нужен добавочный момент. А именно, чтобы он был, чтобы переход был плавный, чтобы он не был резкий. С тела человека сконцентрировано так, что любой резкий переход очень негативно отражается на нас. Будет ли это любой переход? Человек приходит, он разгорячённый, прыгает в холодный бассейн. Если перепад, температура очень сильная, и человек может потерять сознание. Потому что человек не готов к резким переходам. Человек выходит из светлой комнаты в тьму. Он перестаёт видеть вообще, потом он привыкает темноте, он не отвечает, уже очертание вещей, он к ней привыкает. Даже когда мы выходим из этого класса на ярко освещенную улицу, когда есть тоже светло, это нас слепит на некоторое время, потому что мы не готовы к такой резкий переход, в более интенсивный свет. Любой переход резкий, чем он резче, тело человека не сконцентрировано, не подготовлено. Оно подготовлено к неудаче, оно подготовлено к ночи, но не к резкому переходу. Он должен плавный. Всевышний с самого начала создал условие успешного перехода одной фазы, другой фазы, а именно, что это переход Бейн, который включает плавный переход обоих элементов. Он начинается с интенсивного света, потом свет становится менее интенсивный, потом он постепенно пропадает, потом постепенно наращение тьмы, и такой плавный переход это залог успеха одной фазы, другой фазы. Это феномен, который Всевышний внедряет этим продолжением. До этого этого феномена не было. Тем, что Всевышний, он разделил Бейн-Бейн, он включает во все процессы мира эту прослойку плавную, иногда и средские переходы. Но для успешного перехода от одной фазы цикла в другую фазу цикла необходимо условие, это плавный переход, который включает оба элемента, которые очень плавно и медленно переходят один в другой. А разве мы потом будем говорить? Потому что у меня есть вопрос. Если мы не покроем, тогда мы вернем. Я тогда потом скажу. Это идея. Значит, мы из тех небольших штрихов, которые мы видели, мы уже подметили, что идея тьмы, особенно как она ассоциируется с неудачей, это не просто отсутствие света, потому что в этом переходе есть элементы дня, есть элементы ночи. Потому что если мы особенно, если мы описываем свет не просто как свет, а как присутствие позитивного успеха, явно ночь – это не просто отсутствие успеха, это присутствие неудачи. Отсутствие успеха не говорит о тьме, это не присутствие удачи, это присутствие чего-то конкретного, мы уже говорили, что даже когда Тора говорит о тьме, тьма это определенное темное тепло, это энергия, это аналогия этого, допустим, это ядро земли. Это тоже, это тьма, она имеет, допустим, лава, которая выходит из-под земли, она темного цвета, она тьма, но это не тьма, отсутствие света, это горящая лава, это тьма, которая была в самом начале творения, это было, как писал документатор, это какое-то теплое, горящее существо, которому еще не придало освещение свою форму. Поэтому темнота имеет две формы, есть понятие темноты, если мы выключим здесь свет, то станет темнее, первый элемент темноты это отсутствие света, но у него есть также более интенсивная форма, а именно присутствие зла, присутствие темноты. Мы видим пример этого в Египте. Начало казни девятой темны, это что пропал у египтян свет, но у него была интенсификация, она дошла до уровня, пока они окоченели, они были полны, они замерли в определенной позиции, они были парализованы, потому что тьма не давала возможность им даже сдвинуться с места. Как смола. Как смола, да, как бы это было, это она наращивала свою интенсивность. Сначала пропал свет, но потом тьма дошла до стадии, когда они замерли в той позиции, в которой они в начале ночи находились. Мы видим, что тьма имеет свою сущность как присутствие чего-то. Опять-таки, даже не вдаваясь в подробности, даже были люди, которые даже находясь в подземелье, когда не было никакого света, они могли определить не просто, потому что не были биологические часы, когда наступает ночь. Потому что с наступлением темноты есть два, две фазы. Есть одна от отсутствия света, а потом отсутствие света переходит в присутствие чего-то. Мы не настолько чувствительны, чтобы ощутить это присутствие чего-то, но это чего-то, это что-то, оно есть. Поэтому, если мы основываемся на том, что свет – это успех, успех по определению – это не просто белый свет, это присутствие чего-то, как бы человек не определил свой успех. Будь это финансовый свет, будь это успех в карьере, будь это образование, будь это духовный, но это всегда присутствие чего-то. Если у нас есть обратное этого, если у нас антониум успеха – это не просто отсутствие успеха, это присутствие неуспеха, это присутствие зла. Более того, всевышний почему-то своей мудрости начал со зла. Как бы сначала был вечер, а только потом был свет. Если возьмем, как бы эта идея не непростая идея, и очень трудно их понять, но как бы взять просто элементарный пример, который, возможно, нам доступен. Какой, как бы, это не исчерпывающее объяснение, это просто такой штрих моделей. Если у нас есть модель успеха, скажем, возьмем, как модель успеха, у нас есть какой-то спортсмен, который чемпион мира по любому спорту, который вам нравится. Для того, чтобы, если его чемпионат, его выигрыш, его золотая медаль, как бы золото, она сверкает, это определение дня. Для того, чтобы ему дойти до этого момента, для того, чтобы его золотая медаль засверкала у него на груди, для того, чтобы он ее получил, ему нужен момент тренировки. Как бы, он к этому не может родиться чемпионом, как бы, такого нет. Мы не знаем такого случая, когда человек родился и стал чемпионом по любому виду спорта. Как бы, ему нужны долгие годы подготовки. Эти долгие годы подготовки, их определение этой подготовки называется тьма, называется зло. Почему это зло? Потому что для того, чтобы подготовить себя к высшему достижению, нужен элемент сопротивления. Допустим, тренируется спортсмен, как бы он спортсмен или по бегу, или по плаванию, по прыжкам, по любому виду спорта. И вот тренер, каким образом тренирует его? Он задает ему определенные нормы сопротивления. Как бы, если нет у него никакого сопротивления, он не борется ни с чем, у него нет противника, он не может нарастить силу, не может нарастить сноровку, не может нарастить свое искусство спортсмена. Ему нужно присутствие тьмы, ему нужно присутствие сопротивления. И это тоже искусство. Если слишком много сопротивления, он не разовьется, как спортсмен. Если его слишком мало, вам тоже нужно определенное присутствие, которое у каждого хорошего спортсмена должен быть адекватно талантливый тренер, который может подобрать ему правильный элемент сопротивления. Это присутствие зла, это присутствие тьмы. Тьмы — это тот элемент сопротивления, который Всевышний внедрил в творение, который предшествует сиянию и является условием дня для того, чтобы не просто контраст, если не было бы контраста тьмы, мы бы не могли бы оценить света. Это часть этого, что у нас есть определенный контраст, например, что есть место сияние, начало сияние, мы бы не поняли, как оно могло было быть хуже, поэтому теперь у нас было бы много хуже, а теперь стало много лучше. Это часть этого, но это часть контраста, для этого не нужна присутствие тьмы. Можно просто отсутствие света, поэтому есть два элемента. То есть отсутствие света, тьма, которая определяется отсутствием света, функция это для того, чтобы увидеть позитивное, нам нужен контраст его отсутствия, но не присутствие зла. Для того, чтобы создать, не просто оценить, а создать сияние, для этого нужно присутствие сопротивления. Как бы есть два аспекта, есть оценка, для него нужно отсутствие, а есть создание, для него нужно присутствие сопротивления. Поэтому у тьмы есть два элемента, они оба верны, как бы это не одно или другое, они оба верны, потому что есть оба аспекта. Для того, чтобы оценить успех, должны быть периоды, когда его нету, когда у человека постоянный успех, его невозможно оценить. Но для того, чтобы создать успех, а не просто его оценить, нужно присутствие сопротивления, через которое нужно пройти во время тренировки. И только тогда, в процессе побеждения зла, это два элемента, есть Яков, есть Эйсов. Функция Якова это свет, это наращивание роста. Функция Эйсова, его родного брата, его двойника, это борьба со злом, это сопротивление. Как бы они выражают два аспекта человеческой натуры. У нас должно быть оба. Одно сияние, другое. И это оба перехода. С ночь в день, с дня в ночь. Пожалуйста, какие-то вопросы. Поэтому это наши беглые штуки по отношению к свету. Я имею в виду, каждая ночь обладает таким присутствием, есть прекрасная, светлая, изумительная, красотая ночь. Мы говорим, что зло тоже будет красиво. Соль, она очень важный элемент. Соль и перец, это вещи, которые есть качественная соль, а есть некачественная соль. Есть качественные специи. Зло, оно не плохое. Это определенная стила сопротивления. Как бы тренер тоже, он может подобрать, искусственный тренер, который знает, как подобрать сопротивление. Он талантливый тренер, как бы. Он делает только зло. Он только ставит препятствия спортсмену. Но если его искусственно и талантливо поставить, тем самым он создает хорошую спортсмену. Вот ночь – это не успех, это зло. И почему Всевышний сделал так, что люди в основном спят ночью. Они не функционируют, ну, как правило. Да, это очень хороший вопрос. Как бы часть цикла, как мы видим, что есть цикл дня, цикл успеха, он соценируется с ростом. Вот именно растения. Как бы растения растут днем, ночью нет фантазинтеза, они ничего не растут, они спят. Идея сна – это бездействие. У человека есть два аспекта. Есть аспект тела и аспект духа. Тело человека, цикл ночи и дня – это говорит, что физический аспект человека, он является растением. Растение растет, и тело человека растет. Тело человека – это усовершенствованное растение, у которого у него есть рост. Так же, как и рост растения, он приостанавливается, при отсутствии фотосинтеза. Тело человека должно пойти в бездействие, в отдых, в ночь для того, чтобы функционировать. Дух человека, наоборот, мудрость человека наращивается ночью. Ночь – это время, поэтому ночью очень рекомендуется заниматься ничем, если человек не изучает Тору. Как бы определенная глубина постижения Тора, досягаемая только во время ночи. Как бы день – это тоже определенный аспект изучения Тора. Тора – это та Тора, которую можно увидеть глазами, которая открытая Тора, которая смотрит текст письменной Торы, оптимальное время изучения письменной Торы – это дневно. Но оптимальное время изучения устной Торы – вещи, когда иногда нам зрение мешает. Человек, который концентрируется, сейчас человек концентрируется на вещах, он закрывает глаза. Душевное изучение Тора. Да, есть определенные аспекты, когда глаза нам мешают. Мы говорим, что глаза имеют определенные огромные преимущества. Как бы человек, мы говорим, что пока человек не увидит, он обозримые феномены не понимает. Но есть определенные вещи, когда человек концентрируется, он не закрывает глаза, или он слой глаза от собеседника. Как бы, да, когда он хочет видеть его выраженные черты, тогда он смотрит на него. Когда он хочет понять идею, которую человек говорит, он слой из моего глаза. Как бы он задумывается. Для того, чтобы человеку понять, концентрироваться, он не может обращать внимание на вождение такого лица человека, этого собеседника. Поэтому эта идея мечи. Мечи – это когда человек должен… Есть определенный аспект этого цикла, когда, наверное, ночь, она лучше, чем день. В этом смысле. А вот, а ведь перед, ну, в праздник получения Торы всю ночь, всю ночь читают? Да, это есть такое, только… Это как исключение? Возможно? Да, возможно. А вот есть ли абсолютное зло? Абсолютное, вообще-то говоря, сам Всевышний – это абсолют. А есть ли что-либо, которое он создал, которое можно назвать абсолютным, в частности, зло? По идее, как бы, это хорошо, чем вопрос. Как бы, нету у Всевышнего творений, которые негодные творения. Он все создает для определенной цели. Как бы, он создает определенные… Все специи, все горькие, неприятные вещи, они созданы только для того. Даже ядовитые вещи, как бы, видим, яд есть. Они тоже имеют какой-то пользу. Как бы, в определенной форме этот яд, он может стать целебной формой. Он может где-то, он, если его дать в нужной дозе, он выработает способность организма бороться с болезнями. Как бы, все есть вещи, если в нужной пропорции его применить, это становится лечебным, становится целительным, добром. Поэтому злом, которое является вне пола Всевышнего, по большому счету, нет. Это, в принципе, на опыте нашей жизни нам очень трудно это оценить. Мы видим зло, которое, казалось бы, нет никакого хорошего применения. Мы видим люди, которые терзают других, убивают других людей, приносят только несчастье. И, казалось бы, нам очень, нашими глазами, даже нашими мозгами, очень трудно понять позитивные аспекты этого зла. Но вместе с тем, только потому, что мы не видим всю картину, как это зло, в нашем случае абсолютное зло, которое, возможно, наказуемое и рекаемое зло, вместе с тем, в общей картине оно имеет какую-то функцию. Всевышний создаёт вещи без функции. Как бы, явно нет никакой силы, которая против Всевышнего. Все силы мы сегодня начали, что шамаем, это определённые прослойки сил. Над всеми ними царь Всевышний. Нет, у нас есть ночь, с которой являются силы противодействия. У Всевышнего нет никакого противодействия. Он против ничего не борется. Как бы мы, у нас есть, как бы в нашем мире, да, есть определённый элемент зла, который необходим нам для того, чтобы его перебороть, для того, чтобы получить золотую медаль. У Всевышнего нету компонента, у него нету никакой силы, которую ему нужно превзойти. Как бы, это очень важный элемент. Но, честь только в нашем понимании, эта идея зла, она только в мире человека, потому что нам её нужно преодолеть. Не дай бог, это были люди, были цели культуры, были цели течения, которые говорили, что у Всевышнего тоже есть сила зла, есть сила добра, которая борется против Всевышнего, Всевышний с ней борется. Не дай бог, мы такое не реагируем у Всевышнего, нету компонента, у него нету соперника, нету противника, у него нету никакого. Он сам всё создал. Да, он всё создал. Он был для определённой цели, как бы он создал соль, и перец, и все другие специи, которые вводят. Главная цель. И даже Гитлера создал. В нашем понятии и добро, и зло только для одной цели. Чтоб было вечное развитие и совершенствование, чтобы жизнь была вечной. Конечно. А вот является ли ночь как бы кусочком вот этого разделения шести дней творения и седьмого дня отдыха? Потому что ночью мы тоже отдыхаем, как бы восстанавливаясь и так далее. Это отделение, каждый сегмент нового дня, он для него ночью, как бы, с ночь в день, а потом ещё одна ночь, это цикл. Это цикл, и после каждого Всевышнего года это было хорошо, и потом начинается новый цикл, который начинается с ночи. Как бы, ночь, она является пунктацией, она разделяет предыдущий день от будущего дня. Как бы, это как сендвич, он сопутствует и до, и после. Кстати, посмотрим одну или две короткие дирекции, где, наверное, через 5-10 минут мы завершаем наш класс. Всевышний использует, мы говорили, что используют слово «создание», и очень часто в переводе теряются различные аспекты создания. Есть одно создание, Всевышний использует «боро». Всевышний использует слово «боро», а создание только в трёх примерах. Это создание чего-то из ничего. Всевышний создал небесную и земную материю, это один пример создания «боро». Всевышний создал морские существа. Там тоже описывается второе слово «боро», морские существа, морских гигантов. Второе описывается, что он создал морских гигантов, водных гигантов. Тонини создал, как бы Всевышний создал морских гигантов, морских, водных гигантов. Тоже глагол, который использует, это «боро», потому что у них был такой огромный размер. Как бы, если мы были бы в процессе этого создания, это такое массивное создание, что он создаёт впечатление, что он создал что-то из ничего, из его массивного. Это были огромные два вещи, это второй элемент, когда он использует глагол «боро», и третий – по отношению к созданию человека. Потому что духовный мир человека – это качественное новое создание, то есть что-то из ничего. По отношению к человеку у него было только физическое тело, а его душа – это качественное новое создание. Всего лишь три упоминания в процессе создания мира слова «боро», как создание чего-то из ничего, только три раза. А как благословение «боро» и «прирадома»? Тоже «боро» и «прирадома», как бы он создал. Тоже мы используем слово «мы» в благословениях используем, но сама «торо» используется только три раза. На языке «торо» слово глагол «боро» – это создание чего-то из ничего. И поэтому мы используем только в этих трех случаях. Один как основной, первый – это основной пример этого – создание духовной, небесной и земной материи. Второй – просто из-за такого массового создания, это тоже развитие материи, но оно на таком масштабе, что оно окажется, как будто оно из ничего получилось, просто по соотношению масштаба. И третье – по отношению к духовному, по отношению к человеку. А куда они делись эти грандиозные создания? Хороший вопрос. Всевышний изъял самку из создания для того, чтобы они больше не размножались, потому что из нее предложили бы размножаться, а самец где-то плавает, а самка была изъята, потому что они бы разрушили бы мир. Чем их создали? Потому что для будущего, но это похоже на свет. В данном этапе они нам не нужны. Да, они бы разрушили бы мир. Они бы съели всех более мелких. И съели бы, и разбили бы, как бы они огромного масштаба по этому миру не создано. Мы били весь океан, и разрушили. Прикорный план. Они бы разрушили весь мир. Каким образом разрушили – это уже дело вашего воображения. Это один глагол. Другой глагол, который тоже используется – это вояз. Бор – это создание чего-то из ничего. Или что-то подобное созданию чего-то из ничего. Есть много глаголов. Итира, и сия. Как бы сегодня посмотрим на один из них – глагол ойсе. Допустим, ойсе – майнсуберейшес. А се – это тоже создание, и перевод очень часто может утерять это значение. Это имеется в виду, когда Всевышний уже что-то создал и практически закончил. Но он добавляет внутреннюю структуру этого. По отношению… Потрясающе интересный кобратор. Очень четко описывает, использует свои глаголы в очень узком смысле. Не в широком смысле, а в очень узком смысле. Этот глагол вояз используется исключительно по отношению к земным животным. Приложение говорит вояз, в таком смысле, создал за эсхайз ойс – он совершит диких животных. Глагол вояз – по отношению к диким животным. Вояз – берема – к домашним животным. И по отношению к ремес ойс – по отношению к насекомым – их вояз. Но не по отношению к птицам и не по отношению к рыбам. Значение этого. Потрясающее значение. Мы знакомы, что у каждого вида есть разновидности. Они отличаются. Они отличаются по форме, они отличаются по цвету, они отличаются по многим критериям. Есть подклассы, подвиды у каждого вида. В следующем занятии мы поговорим про потоп. Мы видим различные виды животных, соотношения. Но это естественно, что есть много разновидностей и подвидов. Что Торо говорит тем, что он использует глагол вояз – только по отношению к тем обитателям суши. А именно, что есть разновидности у всех видов. Обитают ли они на суше, обитают ли они на воде, обитают ли они на небе. Но только у подразновидностей их подклассов, тех обитателей суши, есть вояз, что их отличие видов определяется не только внешней формой, но и поведением. Все другие подвиды, как бы есть виды, а есть подклассы подвиды. Подклассы, они ведут себя так же, их поведение такое же, как и основной вид, и отличение может в оперении, отличение может в окраске, отличение в отличной форме, но поведение их не аналогичное. Земные виды Всевышний подкрутил им винтики, вояз – это внутренняя настройка поведения. И поэтому на обитателей суши их подклассы отличаются своим поведением, они ведут себя по-разному, у них различная структура поведения. Более того, структура предложения, которая Тора описывает, это уменьшающая разница в этом вояз. Всевышний говорит, я создал вояз, не создал ничего, а подкрутил винтик, который отражается не во внешней форме, а во внутреннем поведении. И он говорит о трех вещах – дети животные, домашние и насекомые. Самое большое выражение, начинает он с детей, самое большое отличие под видов, друг от друга, в поведении – это у детей животных. В меньшей форме – это у домашних животных, а еще меньше – у ползающих насекомых. Опять-таки, определение различных уголов. Мы говорили, что упора – это создание чего-то из ничего. Вояз – осия – это добавка, это определенная добавка к существующему элементу, который уже форма есть, просто его подкручиваем, и это относится к поведению. Посмотрим еще один пример, где этот же глагол используется, помните, в другой области, с тем же значением. Тор говорит, что Всевышний создал все феномены, и это очень глобальная вещь. Он ошеборал, и Лаким Всевышний все создал, ласоис – для того, чтобы вояз, для того, чтобы делать. Опять-таки, тем методом, который мы определили, что осия – это взять, подкрутить винтик, это взять что-то добавить. В случае животного, у нас есть животного, у нас есть различные формы животного, но мы к нему подкрутили, что эти различные формы будут вести себя по-другому. У нас есть черный аист, у нас есть белый аист. Так как это не земные животные, это птицы, черный аист и белый аист будут вести себя одинаково. Но если у нас есть белая разновидность королика и темные разновидности, не просто у них разновидности разности, как бы есть темные, есть в одной разновидности различные цвета, есть, допустим, та же самая корова, она может быть красная, может быть черная, может быть пятнистая, но это та же самая. Но если есть разновидности, которые другой формы, тогда вояз по отношению к разным короликам и к разным коровам, они будут вести себя также немножко по-другому. Всевышний говорит, что все творение, которое Всевышний создал, оно для того, чтобы ласос, для того, чтобы в поведении какой-то винтик к нему подкрутить будущее. Одно из значений этого, что любое творение, которое Всевышний уже создал, его цель для того, чтобы к нему что-то подкрутить. Допустим, у нас есть костюм, его нужно подогнать. Если его не подогнать, он не будет сидеть на человеке, у него пользы, у него нет. То есть здание, ему нужен какой-то интерьер. Утворение Всевышнего, Всевышний создал его для того, чтобы сама цель создания, Всевышний создал огромный мир, он создал всю Вселенную. Для чего он создал? Для того, чтобы Лансос, для того, чтобы Всевышний, для того, чтобы человек в процессе своей жизни на Земле увидел, как Всевышний подкручивает винтики в этом мире. И через это подкручивание винтиков увидел, что у мира есть Создатель. Потому что так же есть и костюм. У нас есть костюм, который неподобный. Или у нас есть дом, у которого нет интерьера. Он не имеет никакого смысла. Зачем мне костюм, который на мне не сидит? Зачем мне нужен дом, у которого нет интерьера? Зачем мне нужен мир, если я в нем не вижу Всевышнего? Зачем он себя создал? Просто для интереса. Мир был создан, Всевышний создал мир для того, чтобы он был подогнан, чтобы человек в изменении этого внутреннего изменения мира, как бы события мира, они меняются. Это цикл, это цикл ночи, это цикл дня. И в процессе успеха, в процессе неудачи, человек может подметить, что есть определенные изменения, что вещи ведут себя не машинально. И с изменением он всегда встает 8 часов, а тут он опоздал. И именно когда он опоздал, тот автобус, на котором он должен был сесть, он вдруг поломался. И за счет этого он был спасен. Как бы это подкрученный винтик. Через эти подкрученные винтики, которые происходят в жизни, человек в жизни понимает, что это случайно не произошло. Значит, это кто-то подкрутил. А послал на Титаник? Если кто-то подкрутил, значит, у мира есть Творец. Этим самым мир оправдывает свое существование. Он в одном предложении описывает структуру этих двух глаголов. Ашабар, Всевышний, создал что-то из ничего. Но зачем он это создал? Для того, чтобы ласос, для того, чтобы в изменениях мира человек через изменения увидел, что кто-то регулирует эти винтики. А следовательно, до нас дойдет, что этот мир был создан. Он не сам произошел без создателя. Извините, а вот в какую категорию надо отнести пресмыкающих, то есть потомков того самого змея, который являлся родоначальником всех наших бед? Какой категории пресмыкающих? Мы говорили, что поэтому у этих животных Всевышний не дал им, например, Трин, который был последний класс, но он не дал ему благословение. У нас было три категории вещей. Человеку дали два... Человеку и птицам дали два благословения. Плодитесь и размножайтесь. Животным домашним дали... Птицам, извиняюсь. Птицам дали одно благословение, а животным не дали одного, потому что так среди животных есть этот змей, который совратил человека. Поэтому, хотя он в категории животных, никому из его класса не дали благословения, чтобы не дать ему возможность, чтобы таких больше много не было. Но он, это часть определенной... Часть вселенной, которая выражает силу сопротивления. Как бы цель человека — превзойти змея. На данном этапе, на определенном случае, они вместо того, чтобы побороть этого змея, они подали змею. То же самое Эйсов. Его цель была побороть зло, как Всевышний не создал для того, чтобы был Эйсовым. Всевышний создал его для того, чтобы он находился у зла. Поэтому я даже говорю, что когда его временная мама Ривка проходила между домов изучения Торы Яков, который был сын добра, сын дня, он пытался вырваться наружу. Когда она проходила возле дома, и дала поклонничество. Эйсов хотел выйти. Но для чего он хотел выйти? У него было желание раться, это бега, желание к чему? Для того, чтобы его разрушить. Но когда он подошел к нему, вместо того, чтобы его разрушить, он к нему примкнул. Но и основная идея Змея, эйсового сопротивления для того, чтобы превзойти. У каждого спортсмена есть периоды, есть базы, когда вместо того, чтобы играть, какого бы у него не был хороший тренер, но это зависит от спортсмена тоже, у кого есть тренер, есть спортсмен, есть задача трения, задача спортсмена. У любого спортсмена бывают периоды, когда ему тренер подобрал сопротивление, а он решил, что у него слишком большое для него, и он уступился. Это был эпизод со Змеем, это был эпизод с Эйсовым, это была проиграна определенная тренировка. Это не значит, что была проиграна вся игра. Одна тренировка, одна была пропущена. То есть получается, что сопротивление, как бы изначально, а стремление к успеху, и в успех, это уже вторично, потому что Эйсов родился первый, Каин, так сказать, убил Авеля и так далее. То есть злость вначале, как бы ставит преграды и побеждает, но, конечно, не победить, ночь идет перед нем. Сначала будет вечер, потом будет ночь. Сначала тренировка, потом состязание. Всегда вперед и...